МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Эта программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске. Семейный киднеппинг. Развод без правил. Сказал матери, мне просто не отдавать детей. Когда я пришла домой, он посадил меня за стол, дал мне бумажку, дал ручку и сказал, пиши, отказну от всего совместно нажитого имущества. В тот момент, когда они находятся в этих всех своих разборках, они теряют человеческий облик, они перестают быть людьми. Почему закон не работает и как вернуть похищенного ребенка? Если вы выигрываете суд, и дети по суду обязаны жить с вами, еще не факт, что ваш бывший супруг вам этих детей передаст. Есть вот случаи, когда мама и год, и пять, и семь лет своих детей не видит и ничего не смогут с этим сделать. В 2017 году в России на миллион с лишним зарегистрированных браков пришлось более 600 тысяч разводов. Точных данных о том, в скольких из этих семей есть дети и с кем из родителей они остались жить после развода, нет. А вот истории о том, как ребенок становится разменной монетой при разводе родителей, множество. И споры из-за определения места жительства детей нередко превращаются в войну без правил. Данила, а когда я смогу увидеться в дочери Ангелину и Эмилию? Надежда Валерьевна, я не давал разрешения на видеозапись. Я хочу узнать, когда я смогу увидеть своих детей. Ответ на этот вопрос от своего бывшего супруга Данила Селютина Надежда не может получить с марта 2018 года. Тогда, во время очередной ссоры с бывшим мужем, она отвела своих дочерей Ангелину и Эмилию к свекрови. И когда пришла их забирать, то мне просто никто не открыл дверь. Когда я позвонила своему супругу и спросила, что происходит, он сказал матери, мне просто не отдавать детей. Когда я пришла домой, он посадил меня за стол, дал мне бумажку, дал ручку и сказал, пиши, отказну от всего совместно нажитого имущества. Делать я это отказалась, поскольку я не считаю правильным, когда человек выходит из отношений без всего. После этого скандала Надежде пришлось уйти из дома. Попытки узнать, где находятся дети, по словам Селютина, заканчиваются угрозами со стороны мужа. Я сейчас приеду и сожгу твою машину. А потом достану тебя и убью ракеткой, поняла? На поступающие угрозы Надежда написала заявление в полицию. Но в возбуждении уголовного дела отказали, ссылаясь на показания адвоката Селютина Юлии Витовской. Гражданин Селютин считает, что его супруга сама себе производит рассылку в WhatsApp с целью обращения в правоохранительные органы для возможности давления на гражданина Селютина. Поступающие угрозы отрицает и другой адвокат Данила Селютина Павел Вислобок. В письме Радио Свобода он утверждает. На сегодняшний день Селютина Данила сам вынужден защищаться от противоправных действий некоторых лиц. Слежка, в том числе с применением спецсредств, угрозы по телефону и в СМС-сообщениях и прочее. Лиц, которые заинтересованы в этом конфликте. По словам Павла Вислобока, с марта 2018 года Надежда не предпринимала никаких действий, чтобы увидеться с детьми. Данила, в свою очередь, неоднократно предлагал ей организовать такую встречу, утверждает адвокат. Селютина все отрицает и считает, что действия бывшего мужа направлены на то, чтобы лишить ее детей и совместно нажитого имущества. Когда мои адвокаты им объясняют, что так не бывает в жизни, что есть у нас закон, есть гражданский семейный кодекс, в котором прописано, что дети до 10 лет должны проживать с мамой, что все имущество совместно нажитое делится пополам. Но они не хотят про это слышать, то есть они живут в своем каком-то иллюзорном мире. Селютина рассказывает, что по поводу суда бывший супруг присылает такие сообщения. Выйдешь ты оттуда без всего, о чем ты там пишешь. Без всего. Выйдешь ты оттуда с диагнозом. Надежда не исключает, что у Селютина есть связи в суде. Наша судья почему-то сочла нужным отклонить экспертизу, которую обычно проводят в таких делах, как у нас. То есть дети и родители она отклонила, а психиатрическую назначила обоим, мне и ему. Психиатрическая экспертиза обоим супругам еще только предстоит. А пока что Надежда говорит, что всеми силами пытаются найти своих дочерей. Моей старшей девочке 7 лет Ангелине. Она в этом году должна была пойти в первый класс в школу и не пошла. Я встречалась просто с руководством школы. Они сказали о том, что папа перевел девочку на домашнее обучение только по причине того, чтобы девочка не виделась с мамой. Об этом мне сказал учитель и директор школы. В органах опеки и полиции, по словам Надежды, разводят руками. Данила Селютин – законный представитель детей. Он не преступник. Он – папа. В российском законодательстве нет понятия семейного похищения. Поэтому, если один из родителей прячет ребенка или перекрывает доступ к нему, бороться с этим крайне тяжело. А если супруги официально не разведены, власти и вовсе бессильны. По российским законам, родители имеют равное право на общение с ребенком. И если ребенок находится с одним из родителей и ему не угрожает опасность, уголовное дело возбуждать никто не будет. Семейный киднеппинг – разве это преступление? И что делать, когда ребенка похитил один из родителей? Спросим у Александры Маровой и Екатерины Шумякиной. Александра Марова. Директор фонда профилактики социального сиротства. Член общественного совета приуполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Эксперт в сфере защиты детства. Екатерина Шумякина. Частный детектив. Сооснователь общественного движения «Стоп киднеппинг». Семейные похищения – это вообще похищение? И можно ли считать преступлением обычный конфликт бывших супругов, которые не поделили ребенка? В российском законодательстве действительно нет такого понятия, как семейное похищение. Более того, даже когда один из родителей, хоть они состояли в браке, хоть они и не состояли в браке, если он не ограничен и не лишен в родительских правах, он в любое время может забрать этого ребенка, куда-то его увезти, и действительно ему ничего за это не будет. И полиция, и любые другие органы, они просто откажутся, имеется в этой ситуации дело, убедившись, что с ребенком все в порядке, предпринимать действия по возвращению этого ребенка они не будут. Поэтому, да, такая проблема действительно существует. В чем проблема-то? Ну, ребенку хорошо с папой или с мамой. Почему бы им не провести вместе какое-то время или вообще не пожить вместе? Ну, знаете, к сожалению, дети действительно становятся разменной монетой. Родители, к сожалению, не понимают, какую бомбу они подкладывают в свое же, причем собственное будущее, когда эти дети вырастут, и что они начнут выдавать, как реакции на вот эти трагические события в детстве. Это еще вот такой оттянутый вопрос времени, с которым, к сожалению, всем придется столкнуться. Ну, таков закон, да, психология. Возвращаясь к вашему вопросу. Видите, во многих странах есть четкий алгоритм действий, что делать при определенных, да, там, развилках, при определенных ситуациях. У нас такого фактически это есть прописано, да, то есть если вы желаете, чтобы ребенок проживал с вами на законных условиях, вы подаете в суд на определение места жительства детей. Если вы выигрываете суд, и дети по суду обязаны жить с вами, еще не факт, что ваш бывший супруг вам этих детей передаст. Да, возбуждается исполнительное производство. Да, судебные приставы должны предпринимать целый ряд шагов для того, чтобы решение суда исполнить. Но здесь мы сталкиваемся с сотнями просто проблем на пути, да, к этому, начиная с того, что наказания как такового значимого не существует, если человек не исполняет решение суда в этой части. Ну, а второе связано с тем, что достаточно сменить территорию, на которой, да, например, отец и вот этот вот похищенный ребенок проживают. Все это начинается сначала, и это требует очень много времени. Потому что переходят в другой отдел службы судебной. Да, да, совершенно верно, да. Другая подведомственная служба уже начинает работать. И все это затягивается на очень долгие годы. И у нас есть вот случаи, когда мамы и год, и пять, и семь лет своих детей не видят, и ничего не могут с этим сделать, к сожалению. Екатерина, а вы можете привести пример самой типичной ситуации, вот такой, связанной с семейным похищением? При каких обстоятельствах это бывает и к чему приводит? Ну, типичный пример, когда супруги начинают разводиться, они, соответственно, начинают делить имущество детей, и часто противная сторона забирает ребенка, начинает прятать. И суды очень часто, например, когда подается иск об определении места жительства, на момент рассмотрения самого дела в суде, оставляют ребенка с тем родителем, с которым он находится физически в тот период времени. Например, если он находится с папой, он оставляет ребенка с папой. Не факт, что он вынесет решение по итогу, что ребенок будет жить с папой, но оставляют. Это один из... На время рассмотрения спора. Да, просто у нас в Российской Федерации отсутствует такое понятие, как семейный киднеппинг. То есть в других странах, например, вам может светить от 5 и выше лет за похищение собственного ребенка и сокрытие от второго родителя. И там есть четкий алгоритм действий, как действовать. А у нас все службы друг на друга спихивают. То есть полиция пинает, приставы пинают, детский омбудсмен пинает. Куда бы ты ни пришел, фактически помощи никакой нет. Есть исключительные случаи, в которых помогают. Но их очень мало. Есть там Следственный комитет по Санкт-Петербургу, который нам помогал при возвращении ребенка. Есть линейный отдел полиции, который нам помогал, когда мы снимали с поезда отца с ребенком, который собирался покинуть территорию России. Но в большинстве случаев полиция говорит о том, что это гражданско-правовые отношения. Дейте в суд, судитесь. Хотя приносят видео, где показывают, что люди, неизвестные причем даже очень часто, хватают этих детей, сбивают мать на глазах этих детей и никого к ответственности не привлекают. А кто эти люди? Это люди, которых нанял один из бывших супругов, решивший оставить ребенка с собой? Да. Какие друзья или нанятые люди? Они знаете, практически каждая вторая история, она про это, что в один прекрасный день в квартиру мамы, или когда она вышла на улицу с ребенком, подлетает какая-то компания, минимум два, чаще больше, человек, выхватывают этого ребенка, оттесняют, в лучшем случае просто оттесняют мать, ребенка в машину и увозят, и все. То есть это очень распространенная история. Если в этот момент мать позвонит в полицию, ей помогут? Ей помогут, да, полиция, да, она может начать какой-то поиск, она может позвонить отцу, отец привезет в участок этого ребенка, полиция увидит, что да, вот отец, вот ребенок, ребенку ничего отца не угрожает, и все, они отказывают, да, в возбуждении какого-то дела на основании того, что ребенок находится с одним из родителей. Но я бы добавила, что когда родитель звонит в полицию и говорит, что у него отобрали ребенка, и как только слышат в полиции, что это был второй родитель, они говорят, ребят, разбирайтесь сами. К сожалению, в нашей ментальности пока все, что связанное, да, там, с супружескими отношениями, это уровень семейно-бытовых разборок, в которые никто не хочет влазить, ни полиция, ни какие-либо другие органы, да, и структуры, потому что воспринимают это соответствующим образом. Там, милые бронятся, только тешутся, они сегодня ссорятся, завтра у них все будет хорошо, а мы уже 25 бумаг напишем, будем их потом и так далее, и тому подобное, да. И вот отсюда все истории потом и растут. Плюс, да, в общем, можем представить, что все-таки люди занимаются не только этой работой, да, по возвращению там детей, по поиску их, у них еще там много разной рутинной текучки, да, и, конечно, когда на весах там расследовать какие-то там убийства, преступления, воровство, грабеж, а параллельно тут кто-то звонит, а у меня там бывший муж ребенка забрал уже целые выходные, не отдает, ну, конечно, они относятся к этому определенным образом, да. Ну, не отдает, ну, и что, ну, он же с родным отцом, его никто не убил, его никто не ограбил, с ним ничего не случилось, ну, пусть дальше сидит с родным отцом, а мы будем заниматься более приоритетно, ну, по их мнению, да, делами. Вот, к сожалению, вот такая вот позиция, она во многом предопределяет те проблемы, которые складываются в этой части. Но с другой стороны есть органы, которые вот прямо полномоченно заниматься этими вопросами и вмешиваться, я имею в виду органы опеки. Они же должны выяснять, как живет ребенок, в какой ситуации он находится. Арина, органы опеки тоже руководствуются четкими нормами, да, тем же семейным кодексом. И если родитель, еще раз, не ограничен и не лишен в родительских правах, он не создает своими действиями или бездействиями, да, какую-либо угрозу для здоровья и жизни ребенка, ребенок может находиться с этим родителем, ему ничего за это не будет. И органы опеки не могут сделать иначе. Как только он, предположим, нарушает это и забирает, смоделируем, да, ситуацию, забирает у похитившего отца ребенка и возвращает к матери, и отец в полном праве может подать и следственные комитеты, и в прокуратуру, и куда угодно, и он выиграет этот процесс, потому что он действительно не ограничен и не лишен в родительских правах. В этом и есть проблема в коллизии, да, нашего законодательства, что, ну, сравним, да, если вот в некоторых странах, как только у тебя есть на руках решение суда о том, что ребенок обязан проживать с тобой, а отцу определен четкий порядок общения, например, там, понедельник, среда, пятница, и как только отец его нарушает, предположим, приходит не в понедельник, а в четверг, или вообще берет ребенка в пятницу и не отдает его, все, в это тут же вмешивается полиция, и она на уровне их законодательства вправе предпринимать действия по отъему этого ребенка, по наказанию человека, который это сделал, у нас такого нет, к сожалению. Вот в этом основная история. Лариса Копьева не видела своего пятилетнего сына 10 месяцев. Она рассказывает, что бывший гражданский муж забрал ребенка из детсада и больше не вернул. 28 декабря сына я практически не видела. Каждый день Лариса Копьева ходит на квартиру к отцу ребенка, но, по ее словам, дверь ей не открывают. Отец пятилетнего Стаса Вадим Филипков от комментариев отказался, но заявил, что встреча мамы с ребенком не препятствует. Каждый день я составляю акты с указанием дня, с указанием времени. Каждый день, иногда по нескольку раз в день. Он исключил любые контакты, любые. Обращаюсь к детским амбутсменам и на уровне Московской области, и на уровне Российской Федерации, к полномоченному по правам человека. Никто в этой ситуации на сегодняшний день, при том законодательстве, которое есть сейчас в нашей стране, никто помочь не может. Елена Гершман не видела четырехлетнюю дочь почти год и не знает, где она находится. В декабре 2017 года суд определил, что ребенок должен жить с матерью. По словам Елены, сразу после этого бывший муж Олег Гершман скрылся вместе с дочерью. Сейчас ребенок в федеральном розыске. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Бывший муж Елены, Олег Гершман, разыскивается судебными приставами за большой долг по алиментам из-за неисполнения постановления суда о передаче ребенка матери. Истории, когда один из бывших супругов скрывает ребенка сотней. Отцы и матери, которых незаконно лишили возможности общаться с детьми, объединились в сообщество «Стоп Киднеппинг». По российским законам, когда решения суда не исполняются добровольно, дело поступает к судебным приставам. При этом никакого специального подразделения, отвечающего за работу с детьми, нет. Равно, как нет и четких механизмов для таких случаев. А приставы часто ссылаются на то, что не могут исполнить решение суда, потому что сам ребенок отказывается идти ко второму родителю. Когда мы приходим к приставам на круглый стол, они все за столом сидят, кивают головой, да-да-да, мы все понимаем, но мы не можем забрать ребенка, если он сам не хочет идти. Понятно, что когда ребенок находится очень долго с одним из родителей, он должен подстраиваться под этого родителя, и у него происходит индуцирование, у него положительная вся привязанность ко второму родителю уходит. Ее нет. Это, естественно, маленький, особенно ребенок, который долго не видел или папу, или маму, не пойдет. Но приставы в этом случае, мое мнение, должны все равно этого ребенка забирать и отдавать. Действительно, вот как Катя уже говорила, когда ребенок год-полгода живет с одним из родителей, тот делает все, к сожалению, чтобы у этого ребенка вырабатывалось какое-то стойкое негативное чувство по отношению, предположим, к маме. И, соответственно, когда дело доходит до исполнительных каких-то действий, отец смело приводит этого ребенка на исполнительное производство, особенно если он предварительно успел познакомиться с приставами, и те встали на его сторону, не обязательно за деньги, просто посчитали, что это правильно. И ребенок говорит, что ты хочешь к маме идти? Он говорит, нет, я не хочу к маме идти. Он говорит, ну вот видите, и пишут, что невозможно исполнить судебное решение в связи с тем, что ребенок отказывается идти к взыскателю, то есть к матери, например, и все дело закрывается. Тем не менее, насколько мне известно, иногда приставы берут с собой в команду психолога. Иногда все очень сильно зависит от приставов. Если приставы относятся к этому так, а часто они относятся именно так, то дело закрывается, и все, и у матери просто, или у отца просто опускаются руки. Если играет позитивный человеческий фактор, они привлекают орган опеки, они привлекают психолога. Если это слаженная команда специалистов, они делают так, что контакт устанавливается. У нас недавно были исполнительные действия в отношении мамы, которая, сколько она, Софья, полгода, по-моему, не видела девочку. Девочку очень сильно настраивали против матери. Но вы знаете, все равно разорвать вот эту связь мать и ребенок, это очень тяжело. На моих глазах, знаете, разворачивалась следующая картина. Когда ее спрашивают, ты с кем хочешь жить? Она говорит, я хочу жить, и адрес практически называет, что вообще не свойственно пятилетнему ребенку, да, там с подробностями до номера квартиры говорить, где он жить хочет. Да, они во вторых, третьих классах адреса назад не могут. А потом, когда спрашивают, ты хочешь пойти к маме? Она говорит, нет, я не хочу, но при этом и лицо к матери повернуто, и руки к матери протянуты, и все, да. Но как только она поворачивает и видит отца, взгляд отца на раз, сразу шаг назад. Ну и сразу все понимают, что да, здесь что-то не то. И в этой ситуации дальше можно было бы повести себя по-разному. Написать, что девочка не хочет идти к матери и закрыть дело, да, и наплевать вот на все вот эти сигналы и знаки. А можно было сделать то, что было сделано в этой истории. Отца увели и оставили девочку наедине с матерью, да. И все, и всем сразу стало очевидно. Пять минут хватило, чтобы она обняла маму, вцепилась в нее, и все. Да, и когда ты пойдешь к маме, она говорит, меня папа накажет. А если мы папе не скажем, да, что ты пойдешь к маме, ну там по секретику сходим к ней в гости, да, говорит, тогда пойду. Все, совсем все стало очевидно, девочку отдали матери. Но это вот как раз то, о чем вы говорили, неравнодушие. Да, да, если приставы неравнодушны, если полицейские неравнодушны. Не заинтересованность определенная. То есть у меня когда-то была безумная идея, что у нас должны в госорганах сидеть роботы. Потому что робота нельзя купить, ему нельзя дать взятку, его нельзя запугать, потому что это машина. Но, к сожалению, у каждой машины управляют люди. Потому что, да, эта история почему потенциально опасна, я хотела на ней сакцентировать внимание, это ведь очень такая коррупционная дыра, которой очень легко пользоваться. Заплатить какому-то судебному приставу, чтобы он написал, что ребенок не хочет идти к маме. А так как, поскольку они все дети это проговаривают, да, что я не хочу идти, ну, потому что уже были подготовлены, то это очень простая история. Ну, так не должно быть. В таком случае объясните мне, вот с чего начинаются проблемы, помимо прочего. решила пару, у которой есть один ребенок или несколько, развестись. Они не смогли договориться между собой, ну, и в любом случае суд будет выносить решение о месте определенных. Нет, почему? Они могли бы договориться, есть такое понятие, когда мировое соглашение. Если они, например, по мировому соглашению договорились и исполняют это мировое соглашение, им не нужно идти в суд. Но если они не могут договориться, то это их обязанность пойти в суд. В соответствии с 66-й статьей Семейного кодекса с привлечением органов опеки и попечительства уже будет суд решать, с кем будет жить ребенок. Чем руководствуются суды, когда выносят такие решения? Первое, он руководствуется, кто она, шестая, шестая, по-моему, статья резолюции ООН, которая, да, говорит о том, что маленький ребенок не должен разлучаться со своей матерью, если нет на то исключительных обстоятельств. Вот это всегда во всех решениях судебных, да, вот эта вот статья фигурирует всегда судом. Маленький ребенок это какой? До 10 лет, потому что с 10 лет учитывается. Ну, там, да, там дальше уже мнение ребенка учитывается, да. Но не суть. Это к тому, что почему все-таки в большинстве суды встают, слава богу, да, там, на сторону матерей. Если не исключительных обстоятельств нет, как видите, там, мать не алкоголичка, мать не наркоманка, она не ведет какой-то девиантный, да, там, асоциальный образ жизни, то ребенка имеет смысл оставить с ней. И суды в этом смысле не смотрят. У кого выше заработок, да, у кого там круче работа. Это вообще не имеет значения в данной истории, потому что не на это должны опираться в судебной системе, и это абсолютно правильно. Хорошо. А если ребенок старше 10 лет? Учитывается его мнение? Успрашивается его мнение. Может назначаться судебная экспертиза, которая устанавливает привязанность и взаимоотношения как одного, так и другого родителя с этим ребенком. На эту экспертизу потом судья вправе опираться, да, чтобы вынести какое-то решение. А может суд вынести решение, не учитывая мнение ребенка? Ну, ребенок говорит, я хочу быть с папой, а суд вынесет решение в пользу мамы. Или наоборот? Ну, у нас таких случаев нет. Я тоже не помню, да. То есть, как правило, суд учитывает мнение ребенка, и, как правило, в Российской Федерации детей после развода оставляют с матерью, если нет каких-то исключительных обстоятельств, как вы говорите. Ну, не только в Российской Федерации, кстати, это практически общемировая практика, в Европе тоже. А при этом суд обязывает мать к тому, чтобы она позволяла бывшему своему супругу, второму родителю, видеться с детьми. Если исковое заявление содержит такое требование, то да, если нет, то суд вправе ничего такого не делать. Суд выносит решение, исходя из того, что просит страна, в чью пользу выносится решение. Вот если, например, судятся супруги, и суд принимает решение оставить ребенка с мамой, но папа в своем исковом, там, встречном, например, подает, что он хотел бы с ребенком общаться тогда-то, тогда-то, график и все остальное, судья может это прописать, естественно, в решении. А если этого не было, тогда все остается... Скорее всего, будет написано, что брак расторгнуть тогда-то, алименты взыскать такие-то, место жительства ребенка определить там-то, все. И тогда женщина, с которой остался ребенок, может произвольно устанавливать время общения, дни общения, количество общения, и здесь проигрывают отцы. Совершенно. Они проигрывают, даже если установлен порядок общения по суду, то же не факт, что женщина его будет исполнять. Это другая проблема. Равенство всех перед законом и судом гарантирует 19-я статья Конституции России. Вот, как ее понимают обычные люди. Ситуации разные, никогда не бывает что-то однозначного. Черного, белого. Все равны перед законом и судом. Ну, чувствуется, конечно, что не все равны перед законом и судом. Быватель может неравен быть перед законом и судом в том случае, если вы, если интересы пересеклись с более сильными мира сего. Почему-то, когда известные люди, да, их более жалко. Нельзя конкретно сказать, что будет суд относиться, как бы сказать, и одинаково и к одной стороне, и ко второй. Если женщина одна в возрасте, там, с хорошим послужим списком, то прекрасная семья там у нее, или, может быть, даже нет семьи, но там работала хорошо, все, и какая-то профурсетка, да, не пойми чего, то, конечно, судья все-таки будет больше благоволить к даме. Есть люди, так сказать, которые считают себя особеннее, ровнее других, вот. А если я никто, и звать никак, вот я обычный человек, у меня нет каких-то больших покровителей. Я думаю, что все будет зависеть от тех судей, которые будут заниматься этим вопросом. Все-таки, да, судья руководствуется буквой закона, с одной стороны, а судья человек. Граждане, так сказать, наделенные властью, либо имеющие какие-то инвирующие, какие-то финансовые в руках и так далее, на мой взгляд, достаточно много случаев, когда они уходят от ответственности. Мне представляется почему-то, вы лучше разбирайтесь в проблеме, что воровать детей начинают тогда, когда нет возможности с ними встретиться, не выкрадывая их из семьи. Нет, нет, вся наша практика говорит, что это совершенно не обязательно, может быть, это какие-то единичные случаи, но чаще всего это, знаете, какая-то история, связанная с местью бывшей своей женщины, за то, что она там посмела уйти, посмела расстроить эти отношения, посмела быть независимой и самостоятельной. Есть еще алиментные обязательства, некоторые не хотят платить алименты, поэтому тащат детей, чтобы жена платила, например, мужу алименты. Такие случаи бывают. И все-таки может разведенный родитель законными способами повлиять на своего бывшего супруга или супругу и обязать ее или его организовать встречи, давать встречаться с ребенком тогда, когда удобно этому родителю и на такое количество времени, когда удобно второму родителю. Зависит от того, насколько эти родители любят своего ребенка и действуют в интересах своего ребенка. Потому что у ребенка должны быть и мама, и папа. И никто не вправе ребенка лишать этих родителей. Потому что, в первую очередь, не мама нарушает права отца или отец-матери, они нарушают право ребенка на общение с двумя собой родителей. Не говоря уже о бабушках и дедушках. Да. То есть то, что они там между собой делят какие-то незаконченные свои отношения, алименты и все остальное, ребенка это не должно касаться. Для него есть мама, для него есть папа. Обоих любят одинаково. Но когда этого ребенка начинают воровать и внушать его на протяжении долгого времени, там папа плохой или мама плохая, естественно, ребенок начинает бояться, ребенок начинает верить в то, что ему говорят, что там мама тебя била, там мама ведьма, там мама это, мама то, маму надо посадить, маму надо убить. Вот у нас есть случай, где ребенок, когда его мама забрала, говорил, что вот папа со своей новой женщиной при нем обсуждали, что вот маму надо убить, маму надо посадить. А разве мамы со своими новыми мужчинами или детьми не обсуждают, что папа алкоголик, папа тебя бросил, нечего тебе с ним встречаться, он тебя плохого научит? Мы в этом смысле, к сожалению, в лице нашего общества, которое с этой проблемой к нам приходит, сталкиваемся с тем, что часто это инфантильные и лично незрелые люди, которые свои проблемы, к сожалению, переносят на ребенка, совершенно не понимая, с какими проблемами они же потом столкнутся, когда этот ребенок войдет в подростковый возраст. Вот со всеми этими травмами, непрожитыми отношениями, с этими чужими обидами, которые тот или другой родитель вкладывает, но так вообще нельзя делать. Он просто не представляет, с чем они потом столкнутся, но потом-то поздно уже будет эту проблему решать. И все-таки, чтобы закончить эту историю со встречами, суд определил место жительства. Один родитель хочет встречаться со своим ребенком, который живет с другим родителем. Что он может предпринять, действуя в рамках закона, для того, чтобы вот этот второй родитель или родительница ему не препятствовал встречаться? Тут комплекс должен служб работать. Судебные приставы также должны выходить маме. Мама, почему вы не даете папе общаться по средам и по пятницам с ребенком, как-то установлено судом? Папа может обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой привлечь административную ответственность. Или папу могут заставить исполнять решение суду? Напрямую нет. Нет механизма у нас в России, по которому можно было бы заставить? Здесь история какая с наказанием? Есть административный кодекс правонарушения. 5.35, часть 2, часть 3 предполагают как раз наказание. По-моему, 500, минимальный штраф, по-моему. Боюсь, ошибиться ли 500 или 1000 рублей. Максимальный штраф это 15 суток административного ареста в промежутке 2000 рублей. Это наказание может быть назначено родителю, если он препятствует общению ребенка с другими лицами, с которыми ему положено общаться, в частности, со вторым родителем. Но, во-первых, что такое 1000 и 2000? Ты можешь просто как тариф это платить и дальше продолжать не давать общаться. Но, согласитесь, это небольшие деньги. А на 15 суток у нас еще никто не знает? А на 15 суток нет такой правоприменительной практики. И суды обычно, да, ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении гражданина к административному аресту заворачивают и возвращают обратно в комиссии по делам несовершеннолетних. Почему мы выступали с инициативой ужесточения законодательства именно в уголовном кодексе? Тот родитель, если он будет знать, что ему грозит уголовное наказание за похищение собственного ребенка и препятствие в общении второго родителя, может быть, он просто не будет этого делать. Конечно, уголовную статью мало кому уже хочется иметь. Штраф можно платить до бесконечности, а иметь судимость. Это же и для ребенка будет, что у родителей судимость по особо тяжкой статье. 126-я статья, это особо тяжкая статья. 126-я статья... Похищение человека. Но похищение человека в этой ситуации, наверное, доказать практически невозможно. Особенно, если родители не разведены юридически. Это вообще не имеет значения никакого. Это и не должно иметь значение. Родители должны, просыпаясь утром, и если к ним приходит в голову вот эта дурная мысль, а пойду-ка я сегодня заберу ребенка и спрячу, они должны вспоминать, что есть уголовный кодекс, и они могут понести ответственность. Бывают ситуации куда более тяжелые с похищением детей. Я имею в виду случай, когда один из бывших супругов является гражданином другой страны. Все зависит, конечно, от конкретной ситуации. Кто увез, как увез, какое решение сюда, в браке, не в браке. В какую страну? Да, в какую страну. Ну, вообще, я вам скажу, что вот просто так взять, увезти ребенка, это тоже не самая простая история. По идее, как только бывшая супруга или бывший супруг забирает у тебя ребенка, ты сразу должен поставить им запрет на выезд. Ты, как второй родитель, вправе это сделать. Это примут. Его просто не пропустят нигде, ни на какой таможне. На выезд из страны. Да, на выезд из страны. Но и здесь тоже есть проблема. У нас есть так называемая серая зона под названием Белоруссия. И Казахстан. Ну, Казахстан в меньшей степени, но в основном Белоруссия все-таки, через которую все как раз у нас благополучно в Европу и отчаливают, минуя вот эти вот все ходы. Вот это, к сожалению, тоже одна из проблем. И все похищения детей, если вот второй родитель сведущий знает про эти пути, он обязательно пользуется именно им. Всех детей вывозят через Белоруссию. Мы, когда говорим о семейных похищениях с вами, то в первую очередь имеем в виду ситуации, когда детей похищают бывшие супруги, там, или мама, или папа. Они не могут договориться о том, кто с кем будет жить и как воспитывать ребенка. Но известно, что в России, на Северном Кавказе, нередки ситуации, когда детей после развода родителей или после смерти отца передают от матери, неофициально, конечно, нет никаких судебных решений, родственникам бывшего мужа. И мать часто годами не может встретиться со своими детьми. Не то чтобы участвовать в их воспитании, а увидеть их, вот эту ситуацию в рамках действующего в России законодательства, можно каким-то образом разрешить. Ну, а на территории Кавказского региона, так же, как и на территории всей Российской Федерации, действуют те же законы, то есть они по всей стране. Как уголовный кодекс, так и административный. До юра. До юра все то же самое. Вопрос только в том, что Кавказ, это как, вот есть город в городе, а это мир в мире. То есть это совсем другой мир со своими обычаями. У нас есть мама, она из Ингушетии. Детей у нее забрали, когда мальчику было 5 лет. Девочке, по-моему, полтора года она даже на груди еще была. И девочку мы смогли забрать только когда ей уже было 5 лет. В службе судебных приставов мы ее забирали. Можно сказать, с боем забирали. Но ребенок в свои 5 лет имел вши, когда ее забрали. Начали проверять проблемы с опорно-двигательным аппаратом, лишний вес. Она не знала, кто такой Дед Мороз, что есть подарки, есть елка, пластилин, там какие-нибудь заколочки, платья. А почему так много времени понадобилось для того, чтобы забрать ее даже не у отца? Отца даже не было. Вы знаете, ситуация такая, что девочку и мальчика привезли в службу судебных приставов дядя и действующий сотрудник полиции, друг папы, который тоже работает в полиции. Мальчик к нам не пошел, потому что мальчик уже был настроен. Мальчик считает, что его мама русская, а если она русская, к ней идти нельзя, это все, запрет. А с девочкой порядка 5 часов, наверное, общалась мама, общались психологи. И как только мама смогла девочку взять на руки, мама вышла, мы ее просто окружили плотным кольцом и пошли. Побежали, я бы даже сказала. Девочка сейчас вообще изменилась, она похудела, потому что она высококалорийную пищу перестала есть. Вот мама следит за питанием, вывели ей в шею. Она занимается и танцами, и лошадьми. И скоро Новый год, она наконец-таки увидит Деда Мороза, елку, подарки. Чего она не видела, там, 4 года. У нас же, слушайте, каждый второй случай, когда, например, папа забирает ребенка у мамы, он фактически не живет с этим ребенком. Он берет этого ребенка и отдает своей матери. Забирает просто, чтобы отобрать у бывшей. Да, чтобы сделать ей больно. Отбирают для того, чтобы отобрать имущество. У нас есть история, где отец забрал ребенка, что сделала предприимчивая жена. Она ему заблокировала все счета, и ему пришлось идти с ней на переговоры. Но он пошел с таким вопросом. Ты мне сначала разблокируешь счета, чтобы я получил доступ к деньгам, потом я тебе отдаю ребенка. То есть конкретно ты мне отдаешь вот это, вот это, я тебе ребенка. Она это сделала, он привел ребенка, отдал и ушел. По действующему законодательству бабушка и дедушка не являются законными представителями ребенка. У ребенка всего два законных представителя, либо мать, либо отец. То, что он постоянно проживает с бабушкой, вообще-то нарушение его прав и прямая дорожка для того, чтобы туда зашли органы опеки и поинтересовались, а где вообще законные представители ребенка. Но это очень сложно доказуемо. Потом они же все в сговоре, родственники. Орган опеки приходит, бабушка говорит, да он вот только утром вообще уехал в командировку на три дня, а так вот здесь вообще целый месяц жил и так далее. То есть они же покрывают друг друга, это невозможно доказать. Эта программа «Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Я хочу, чтобы после развода ребенок остался со мной. Что нужно делать? Один из родителей, который считает, что ребенок должен находиться с ним, они должны обратиться к юристам, к адвокатам, чтобы немедленно составить исковое заявление и подать в суд. Суд немедленно рассматривает и выносит решение о том, чтобы определить место нахождения ребенка до основного судебного решения. Тот родитель, который его получает, он должен получить это решение, быстренько, значит, с этим решением к судебным приставам и заставить их исполнять это решение. На что обратить внимание суда? Необходимо ходатайствовать перед судом о проведении психолого-психиатрической экспертизы, чтобы они определили, кому ближе ребенок, с кем ему будет комфортнее. Не только смотреть, суд у нас смотрит на то, что есть ли там спальное место, питание, работа у родителей, жилье и так далее. Это все хорошо. Но и психологический портрет, потому что у того же отца может быть все, а у мамы ничего. Но для ребенка будет катастрофой, если его заберут у мамы. Что делать, если судебное решение не исполняется, а власти бездействуют? Тогда, я считаю, здесь нужно придавать это огласке. Когда вышестоящий прокурор или какой-то любой другой начальник видит в средствах массовой информации, читает, что его ниже стоящие, так сказать, подчиненные не исполняют нормы закона, и он понимает, что это может ему прилететь, да, свыше еще, кто-то увидит, тогда начинает работать механизм пинка. Второй родитель украл у меня ребенка. Что делать в первую очередь? Нужно поставить в известность органы опеки для того, чтобы органы опеки немедленно отреагировали и проверили, в каких условиях проживает на данный момент данный ребенок. Если место неизвестно, значит, сообщить в полицию и установить это место. Достаточно ли устного обращения в органы опеки и полицию? У нас очень многие на приеме граждан, когда мы проводим прием, люди приходят и говорят, мы пришли и сказали, а нам сказали, что нет. И потом нам, мы в суде или где-то там в прокуратуре, мы не докажем, что этот человек был в опеке, да, и там как-то отнеслись к нему положительно или отрицательно. Вот только лишь письменно, и всегда нужно, я всем всегда говорю, что нужно делать в двух экземплярах. Нужно один экземпляр отдается туда, куда было написано, на втором экземпляре ставится отметка о том, что принято это. Я тут некоторое время назад говорила о сложности ситуации, когда один из родителей вывозит ребенка за границу, потому что является гражданином другой страны. Но в тех случаях государство встает, как правило, горой на защиту родителей оставшегося в стране. Подключается МИД, журналисты центральных каналов. Об этом говорят. Чуть ли не из каждого утюга можно услышать имена действующих лиц этой истории. Почему же, когда похищение ребенка происходит внутри страны, нет той же реакции чиновников? Мы тоже очень-очень сильно задаемся этим вопросом. Почему нет реакции чиновников, нет реакции судебных приставов, нет реакции полиции, органов опеки, детского омбудсмена и других служб, которые должны помогать? Ну, это во-первых, а во-вторых, вот эти заграничные случаи, они вылазят чаще всего либо совсем резонансные, где там селебритис какие-то задействованы, медийные лица, которые достаточно известны, и они являются родителями, одним из родителей этого ребенка, вот тогда да, это становится известно. Либо там вмешалась какая-то политическая ситуация, когда ее выгодно показать, эту историю, она просто в контексте чего-то там идет, да. Либо когда это просто один из родителей настолько богатый, что он может себе позволить оплачивать разные публикации, разные истории. А вот когда вы говорите, воруют детей, это значит, ну, грубо говоря, что произошло физическое перемещение ребенка из привычного места жительства на новое место жительства, там, к папе или маме, да? Но мама знает или папа знает, где живет его ребенок? Или приходится буквально искать? По-разному. Иногда приходится буквально искать. Иногда мама, например, знает, где живет ее ребенок, но это ее абсолютно никак не спасает. Вот у нас есть мамочка одна, она каждый вечер после своей работы ходит по адресу, где, да, должен проживать ее ребенок с отцом. Этот адрес написан в определении суда, да, потому что судом установлено, что до вынесения окончательного решения ребенок должен проживать с отцом. Ну, так получилось, да, она каждый вечер туда ходит, ей никто не открывает дверь. Даже когда оттуда раздаются голоса, даже когда там кто-то есть, ее просто туда не пускают. Трубки они не берут. В какой-то момент они просто сменили место жительства, и сейчас мама вообще не знает, где они находятся. А если бы вот этот человек, который скрывает, знал, что ему могут сейчас вынести дверь и забрать этого ребенка силой, если бы была такая вот у нас, такой механизм был, этой ситуации бы не было. Почему я еще раз повторюсь, мы за профилактику. А для того, чтобы была профилактика, нужно жестко менять все законы. И нужна отдельная служба, которая будет как единое окно, и будет этим вопросом заниматься. И внутри этой службы будет все. Вот пришли родители, которые не могут договориться, и вот там у них все. Начинают медиаторов и заканчивают. В некоторых странах в зал суда не пускают вот этих вот потенциально бывших супругов, если у них нету хотя бы каких-то договоренностей относительно того, как они будут жить дальше с ребенком. Пока они не пройдут определенную процедуру медиации. И они ничего не могут сделать. Если они не пройдут эту процедуру, их просто не примут в суде. И люди вынуждены идти навстречу друг друга, учиться слышать друг друга, учиться принимать какие-то решения, выходить с этими решениями. Совершенно другая история. Да, особенно когда у них там уголовная ответственность за похищение, они и детей-то не воруют. В России-то законы медиации приняты уже приличное время назад, но почему-то... Он не обязателен к исполнению. Не обязателен, конечно. Ну а кто? Вот смотрите, люди жили там в браке, у них было все хорошо, там последний год, например, они начали там и драться, и ругаться, и все остальное. Они начинают разводиться. И как вы думаете, кто-то из них захочет пойти к медиатору, если это не обязательно? Они же нормально разговаривать не могут. Если это обязательно, тогда они будут вынуждены. Да, они же просто в тот момент, когда они находятся вот в этих всех своих разборках, они теряют человеческий облик, они перестают быть людьми. Они просто становятся как животные, которые орут, визжат, кидаются друг на друга. Ну да, мы не рассматриваем ситуации мирного развода, потому что если люди развелись мирно, тогда не возникает вопросов с похищениями детей, со встречами. У нас практически все наши истории, помимо вот этого спора, где лежат детей, они сопровождаются целой обвеской вообще всего. Начиная от того, что там один супруг пытается на вторую взвесить несуществующие долги, там многомиллионные, которые она просто потенциально не в состоянии выплатить, и он ее утопит просто таким образом вообще по жизни, да. Заканчивая разными историями, когда они начинают подавать там сопутствующие иски, то за клевету, за какую-то несуществующую, то еще за что-то, то пытаются обвинить в каких-то уголовных преступлениях. И это нескончаемая история. А в это время с детьми кто-то работает? Ну, вот с точки зрения законодательства? Нет, нет, нет. Есть какие-то психологи, которые... Они все необязательны. Это не обязательно, вы поймите, о чем мы и говорим, это все не обязательно. И часто, ну, часто, не постоянно, но часто, у нас на госслужбе уже сидят уставшие люди, которым, в общем-то, и на детей плевать, и на родителей, им бы лишь бы вот с 9 до 6 высадить, свой чай-кофе попить, поболтать, ну, там, пару бумажек написать. По принципу, я к вам не лезу, и вы вообще тоже не лезьте ко мне. Вот, к сожалению, вот такая вот какая-то позиция очень часто. Да, то есть ты приходишь в органы опеки, начинаешь им что-то говорить, ой, ну, не надо мне тут рассказывать. Вы, в принципе, уже назвали свои предложения. Это принять специальный закон о профилактике семейных похищений. Да. Соответственно, ужесточить какой-то... Ряд статей там уголовного, гражданского кодекса, семейного кодекса, административного кодекса, расширить полномочия судебным приставом, снять нагрузку там с тех же самых сотрудников полиции, создать отдельную службу какую-то, которая этим будет заниматься. Вы же встречаете противодействие, да, этой инициативе? Вот какие аргументы приводят вам в первую очередь? Знаете, я бы сказала, ну, сейчас Катя добавит про «конечно», но я бы сказала, что это не столько противодействие, сколько пока некая инертность, да, которую очень-очень тяжело раскачать. Опять же, вследствие того, что люди считают, что это семейно-бытовые разборки, и без этого вообще дел хватает. То есть каких-то прям конкретных аргументов, чтобы сесть за стол переговоров и поговорить, нет. Есть уже, существует на бумаге какой-то законопроект? Вообще продумана структура, хотя бы концепция, кроме вот этих идей? Вы сотрудничаете сейчас? В апреле и не один, да. В апреле, да, в апреле у нас был круглый стол, где как раз мы с Александром, слава богу, познакомились, о чему очень всеми сказано рады. Я не знаю, как ты, вот, но мы очень рады. И как раз у нас был круглый стол, спасибо Юле Зимовой, которая его организовала и провела. Как раз-таки там и были озвучены все наши предложения. Вот, и до сих пор, по-моему, в общественной палате они проходят... Какие-то согласования. Согласования, да. То есть мы прям конкретно предложили, что, где и как нужно изменить. Мы тоже не получили. То есть пока это просто некая пауза, да, которая, я думаю, перерастет в то, что мы все-таки наконец начнем что-то делать. Мы или дождемся от общественной палаты какого-то документа, или мы подготовим в свой и пойдем с ним. Причем нас поддерживают различные абсолютно партии. И партия Единая Россия, и партия ЛДПР, и партия КПРФ. То есть по факту мы как объединителями партии стали. То есть все люди нас... Основные вот три партии, да, они нас поддерживают. Но до тех пор, пока нет какого-то специального законодательства, что вы можете рекомендовать родителям, которые сейчас находятся в конфликте из-за того, что не могут поделить детей? Как им себя вести для того, чтобы вернуть ребенка, чье место жительства определено судом с этим родителем? Или получить доступ к ребенку, ну, хотя бы видеться на выходных? Нужно остаться людьми. Это первое, да? Это тоже мне в голову сразу пришло. А второе, нужно действовать, исходя из интересов ребенка. Убрать все свои амбиции, злобу. Потому что есть исключительные обстоятельства, когда родитель наркоман, когда он болеет каким-то психическим заболеванием, или он там алкоголик, такой конкретный, запойный. Тогда да, если нет, если два родителя вменяемых адекватных, они должны сесть за стол переговоров и договориться. И у них должна быть, соответственно, если они много лет в браке прожили, нажили детей, значит, у них должно быть и уважение друг к другу. Но самое главное, они должны думать о своем ребенке. Потому что по прошествии каких-то лет ребенок обязательно задаст им вопросы. Тем более в интернете все это выливается, подчистить это не получится. И ребенок все равно когда-то об этом узнает. И он придет к тому родителю, который его вот так вот разлучил, будет задавать вопросы, что он ответит. То есть ему нужно смотреть наперед, но я говорю, самое главное остаться людьми нужно в этой ситуации и действовать исходя из того, что ребенок, он любит обоих родителей. А если не удалось остаться людьми, можно минимизировать риски? Нет. Стучитесь во все двери. Вот во все те органы, которые по нашему законодательству должны в этом хоть как-то участвовать, стучитесь туда, обращайтесь в профильной организации, ну просто не сдавайтесь. И очень много тут на самом деле выигрывают в результате те, кто руки не опускает. Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?» из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, чья деятельность часто оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Родители узнали, что у меня нету слуха, ну то есть я не слышу, не разговаривала вообще, ничего. Это контузия. Это в 90-е годы я, в общем-то, стал жертвой чьих-то разборок. Взрыв, мощный взрыв, и мгновенная потеря, частичная потеря слуха, зрения. Наш фонд поддержки слепоглухих соединения работает для людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Когда слышу слово «слепоглухие», возникает сразу картинка в голове, что это вот такой человек, полностью отрезанный от мира, живущий в темноте и тишине. На самом деле это не так. У меня есть аппараты, которые помогают мне слышать, звуки разные. Когда дома, например, птиц не слышно, даже когда окно открыто, а когда на улице, то я слышу. Зрение атрофии нерва частичное. Ну, как бы вот, если бы мутные очки одели бы, и вот примерно так. Наша задача в целом, чтобы появилось как можно больше активных слепоглухих и их родственников, чтобы это не были, знаете, как принято, обычно инвалид с протянутой рукой, а чтобы это были активные люди, которые могут отстаивать свои права. Сначала я пыталась пойти на прихмахера, но меня не взяли, так как у меня проблемы с глазом, ну, со слухом, вот это вот все. Потом я поехала в один город, чтобы попасть фотографом, тоже не взяли. И на психолога хотела. Там сказали, надо учиться, нужны деньги, а деньги сложно достать в данный момент. Я и на бирже труда состоял, ноль предложений, и так пытался устроиться. Кому это надо? Теперь уже и мне не надо. Для таких людей очень часто бывает невозможно раскрыться через труд. В силу там физических ограничений, в силу того, что не особенно, кто рвется брать их на работу, и так далее, и так далее, ты не можешь себя реализовать здесь. Но ты зато всегда можешь реализовать себя в творчестве. Кулигин. Местный изобретатель, местный мечтатель и состоявшийся поэт по-островскому, а в спектакле вот оказалось, что состоявшийся. Если честно, то фотографом мне больше нравится. Но нужны места и нужен специальный фотоаппарат, чтобы тоже покупать надо, но дорогие. Мы на самом деле работаем комплексно. Например, программа «Содействие трудоустройства». В сети досуговых центров по стране, где такие клубы общения, есть программа такая, как служба сопровождения. То есть мы готовим по стране переводчиков, сопровождающих, которые с этими людьми могут выходить на улицу, помогать им разговаривать и так далее. Это учебная квартира прежде всего. Сюда мы планируем привозить от 3 до 6 месяцев слепоглухих для того, чтобы научить их самостоятельной жизни. Это и готовить, и стирать, и убирать, и даже ходить в магазины и платить за ЖКХ. Все это планируется, что в рамках этого они будут делать. Я пришла сюда, чтобы мне помогли как-то найти работу, учебу, чтобы не сидеть на шее мамы, чтобы ей помогать, как-то себя в будущем обеспечить. Три года назад я не знал, что выйду на профессиональную сцену. А сейчас вот уже, видите, мы уже и Новосибирске, Питер нас ждет. Фонд поддержки слепоглухих соединений помогает людям с 2014 года. Бюджет организации в 2017 году 342 миллиона рублей. Источники финансирования, частные пожертвования, помощь юридических лиц, государственные гранты и субсидии, доход от предпринимательской деятельности. Проекты фонда, службы сопровождения, тренировочные квартиры, дом сопровождаемого проживания «Тихий дом», обеспечение техническими средствами реабилитации, обучающие курсы, театральная школа «Инквизион», центры досуга. Подопечными фонда являются больше 4000 человек. В регионах России работают 34 отделения от сообщества семей слепоглухих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова